Добрый день, в эфире программа «Сделанная в Вятке». Меня зовут Владимир Сметалин. Сегодня пятница, на часах начала второго, и это самое время продолжить разговор об истории предпринимательства Вятской губернии. И я напомню, что на эту тему мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного кровеческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Добрый день, Михаил Сергеевич. Добрый день. Мы уже не первый раз встречаемся и говорили об истории предпринимательства на Вятке в 17, 18, 19 веках. Вот как раз-таки вторая половина 19 века у нас была в прошлой программе. И сегодня мы, видимо, будем перелистывать истории Вятского предпринимательства, в том числе не слишком радостные, потому что приближается уже революция по хронологии и не самый положительный момент в истории Вятского предпринимательства. Так, в прошлую передачу мы с вами говорили, не заканчивали прошлую передачу, на том, что произошли изменения в системе гильдий купеческих. Давайте продолжать. Ну а тема сегодняшней передачи это все-таки история Вятского предпринимательства уже в конце 19 века и в начале 20 века. Продолжаем. Да, продолжаем. Вторая половина 19 века, я немножко так напомню, была действительно очень важной для истории купечества. И самое главное заключалось в том, что изменился социальный статус купечества. Купцы отныне становились не только людьми, которые занимались торговлей, промышленностью, активно занимались и общественной деятельностью. Вот. И вторая половина 19 века у нас отмечена тем, что многие предприниматели очень активно стали участвовать в работе органов местного самоуправления. Что двигало этими предпринимателями? Почему они такую активность решили проявлять? Мы с вами, да, уже говорили о том, что несколько меняется статус купечества. Если раньше положение купцов во многом определялось теми льготами и преференциями, которые они получали от правительства, то во вторую половину 19 века, и в частности после издания положения о промысловом налоге, положение купечества менялось. То есть отныне предпринимательской деятельностью могли заниматься абсолютно все. Давайте еще раз напомним, что такое промысловый налог. В соответствии с положением о промысловом налоге, отныне не обязательно было для занятий торгово-предпринимательской деятельностью покупать купеческие свидетельства, как это было ранее. То есть если раньше в обязательном порядке нужно было приобрести купеческое свидетельство, которое как раз давало право заниматься торговлей и промышленностью, то сейчас это можно было не делать, а можно было приобрести только промысловое свидетельство, которое стоило значительно меньше, чем купеческое свидетельство, ну и соответственно заниматься предпринимательской деятельностью. И таким образом этот закон способствовал тому, что постепенно разрушалась гильдейская система, поскольку сейчас можно было торговать без, ну собственно говоря, без купеческих свидетельств. Мы уже говорили о том, что и крестьянство тоже потянулось, да? Да, и потягивались крестьянство, потягивались широкие округи городского населения. И здесь вот старые купцы, вот те, которые издавна приобретали купеческие свидетельства, действительно столкнулись с очень мощной конкуренцией. Конкуренцией со стороны мелких торговцев, предпринимателей, вот, поскольку отныне все были уравнены в правах. Вот, и многие купцы просто-напросто стали задумываться и над тем, а как дальше они будут жить, вот, и, ну поскольку фамилии были купеческие, многие известные, вот, и многие решили поактивнее заниматься, вот, заниматься не только торговлей, предпринимательством, но и общественной деятельностью, служебной деятельностью. В чем выражалась эта общественная нагрузка? Ну, это выражалось в том, что многие купцы стали более активно участвовать в работе органов местного самоуправления, это в земских учреждениях, это в городских думах и в городских управах, вот, стали выходить с общественными инициативами более активно. И, ну вот, не случайно, что многие современные блага, ну, то, что, в общем-то, мы уже считаем, наверное, таким обыденным делом, привычным делом, это как электричество, как водопровод, там, телефон, вот это все как раз стало появляться на Вятке в конце 19-го, начале 20-го века, и связано это было по многому с деятельностью представителей купечества, ну, к примеру, вот, городской водопровод в Вятке появился в начале 20-го века, ну, это связано, это было с деятельностью вот вятских купцов, которые заседали в городской думе. Ну, водопровод, видимо, какая-то небольшая еще была ветка, да? Ветка была небольшая, да, связанная вот с центральной частью города, вот, ну, постепенно, постепенно вот это все распространялось именно окраинами. Напомните, пожалуйста, у какого купца появился самый первый телефон? Первый телефон появился у купца Тихона Филипповича Булычева. Опять мы о нем? Вот, опять мы возвращаемся к этому, в общем-то, легендарному вятскому купцу, вот, и телефон появился в его пароходной конторе, в пароходной конторе. Ну, вот, поскольку о Тихоне Филипповиче заговорили, я думаю, сегодня пришло время, когда о нем можно действительно поговорить поподробнее. Конечно. Потому что, ну, действительно, человек знаковый в истории предпринимательства, ну, по крайней мере, нашего региона, хотя Тихона Филипповича очень хорошо знали и в Казани, и в Нижнем Новгороде, поскольку Тихон Филиппович был одним из основателей вятского речного пароходства, вот. То есть, не ошибаюсь, в наследство этим, да? В наследство. Досталось от отца от Филиппа. Ну, если вообще говорить вот об истории пароходства, то первый пароход в городе Вятке появился в 1855 году. Это был Камский пароход, который сюда, ну, собственно говоря, прибыл, вот, и, постояв недолго, ну, обратно, обратно уплыл. Это был пароход любимый, любимый. Вот. Вот. А затем, в 1861 году появляется уже вятский пароход купца Куклина, пароход под названием Вятка. Второй пароход был пароход Орлов. И вот первые пароходы, они предназначались не для перевозки пассажиров, а это были грузовые пароходы. Ну, то есть, они должны были перевозить вятские товары. Ну, то же самое, зерно, видимо, да? Да, зерно. Еще продукцию какой-то сельского хозяйства. Да, другую продукцию, поскольку у нас регион был сельскохозяйственный. Вот. И пассажирское сообщение у нас появилось только, проходное сообщение появилось только в 70-е годы. И как раз... 19-го. 19-го до века, и как раз вот, как раз вот развитие пассажирского сообщения было связано с именем Тихона Филипповича Булычева. Правильно, Булычева говорили, Булычев, Тихона Филипповича Булычева. Вот. И пароходы Тихона Филипповича плавали сначала до Казани, да, и затем вот до Нижнего Новгорода. Это единственный был вид деятельности у Булычева? Нет, нет, нет. Тихон Филиппович, ну, собственно говоря, занимался традиционными для вятских купцов торгово-предпринимательскими делами. То есть он производил торговлю хребом через Архангельск. Ну и в то же время Тихон Филиппович видел, как сложно перевозить было вятские товары в Архангельский порт по системе вот северных рек через Нашульскую пристань, которая располагалась в Вологодской губернии. Много товара терялось по дороге. Вот. Что-то тонуло вот в малых северных реках, там, в реке Лузия, в реке Юг. Вот. И Тихон Филиппович... А что-то наверняка воровали? Были ведь? Ну, были. Разбойники? Были. Были такие случаи. Ну, иногда, ведь, ну, тут многое зависело еще от деятельности приказчиков, которые нанимались купцами, да, и в архивных документах встречаются, например, истории, связанные с тем, что купец доверился какому-нибудь крестьянину, вот, а крестьянин с товаром по дороге где-то и скрылся. То есть такие случаи тоже были, и практически все вятские купцы через это прошли. Вот. Ну, и в то же время, конечно, когда приказчиков выбирали, то ориентирались на тех людей, которых хорошо знали. Как-то уже себя запоминали в этом деле. Да, и Тихон Филиппович отличался от других купцов тем, что он накопил капитал очень хороший, ну, тут, конечно, и наследственный капитал огромную роль сыграл, вот, и Тихон Филиппович шел в ногу-в ногу со временем. Ну, первый пароход появился на реке Неве еще в 1815 году, затем началось пароходное сообщение по Волге, и вот у Вятки только во второй половине 19 века пароходы стали плавать по Вятке, Каме, Волге. А где делались, где изготавливались эти пароходы? Пароходы приобретались, ну, первоначально в Нижнем Новгороде. Там верфи были, да, соответственно? Пароходы были в верфи, вот, и если говорить еще о пароходах, то многие купцы заводили пароходство, но не у всех дело пошло. Например, вот мы в прошлый раз с вами говорили о Якове Алексеевичу Прозорове, очень крупном, известном купце. У него тоже было свое небольшое пароходство, там было два парохода, ну, с такими очень интересными названиями «Отец и Сын». Оригинально. Вот, и, ну, в то же время вот Яков Алексеевич пароходство не стал в дальнейшем держать, ну, это было связано, наверное, еще с его отъездом в Петербург, то есть свои пароходы он принял. А вот, а у Баучева дело пошло. А заводить пароходство, это некая мода была, или это все-таки действительно рентабельный вид бизнеса? Это был рентабельный вид, учитывая то, что состояние дорог у нас было проблемным. Мало что меняется, можно сказать. Вот, и, ну, понятное дело, что вязкие купцы, они нуждались просто в удобных средствах сообщения, и пароходство, конечно, вот, особенно во второй половине 19-го, начале 20-го века, сыграло очень большую роль. Ведь вязкие купцы, о чем мы тоже с вами говорили, с увлечением торговали и на Нижегородской ярмарке, и здесь появляется очень удобный способ перевозки товаров, это пароходство. Ну, и причем, знаете, вот, вязкой истории был такой интересный период, когда вот несколько купцов заводили пароходство, и была такая вот своеобразная конкуренция между предпринимателями. И каким образом вот купцы пытались завлечь, значит, и предпринимателей для перевозки грузов, и пассажиров на свои пароходы. Ну, например, все прекрасно знали, что если кто-то собирается отправиться в Казань на пароходе Якова Алексеевича Прозорова, то там всегда предлагали книги и газеты. Ну, видимо, сам Прозоров был человеком просвещенным, интеллигентным и любимым, да? Да, и ориентировался на соответствующую публику. Вот, на других пароходах где-то предлагали бесплатную булочку, вот, а где-то и, что называется, 100 граммов. Вот, и это полагалось бесплатно, поэтому, в общем, были тоже такие вот всякие моменты связи с конкуренцией. Человек-пассажирка, который планирует отправиться, исходя из своих предпочтений, мог выбрать, где ему лучше булочку, или 100 граммов. Да, удобнее. Вот, ну, конкуренция в конечном итоге привела к тому, что на Вятке в 1900 году образовалась пароходная монополия. Это стало Вятское, Волжское пароходство. Свои пароходы решили объединить в одну фирму, в одну компанию три вятских купца. Это, значит, Тихон Филиппович Булучов, который стал директором-распорядителем пароходства. Это Яков Фомич Терышкин. Вот, и это Петр Иванович Александров, представитель известной династии Александрова. Вот, ну, и таким образом, вот, в 1900 году на Вятке появилась пароходная монополия, вот, и другие мелкие пароходства, они находились уже в таком невыгодном состоянии. А это как вообще связывалось с законодательством? Это позволяло? Это позволяло, это был, был как раз тот самый период, когда образовывались и акционерное общество, вот, и торговые дома, вот, и, ну, в тот период шла, как раз монополизация капитала. А антимонопольной службы еще не было? Ну, по крайней мере, информация мне об этом не встречалась, вот, ну, это был такой вот этап капитализма, когда, ну, ничего не противоречило появлению монополии. Вот одна из монополий, которая существовала на Вятской земле, это была вот пароходная монополия. Ну, и другие пароходства. Она просуществовала вплоть до событий октября? Да, просуществовала даже где-то до 1918 года, когда эти пароходы отошли в государство, были просто изъяты, национализированы, да. И, ну, пароходство, ведь, большую роль сыграло и в создании определенной инфраструктуры. Вот здесь на Вятке набережная у нас стала благоустроенная. Ну, и до сих пор сохраняются постройки, вот, на нижней вот там вот набережной, у самой реки Вятки. А давайте, кстати, вот, да, поясним, уточним, а где стояли эти пароходы, вот, применимо к современному Кирову? Они стояли на нижней набережной, ну, это в районе современного Александровского сада. Вот, если посмотреть вниз от ротонды, то очень хорошо видны каменные постройки. Это как раз были постройки, принадлежавшие Тихону Филипповичу Булычеву. Вот, а впоследствии постройки, которые принадлежали вот пароходной компании. И именно там стояли вятские пароходы, и именно оттуда вятские люди могли отплыть и в Казани, и в Нижний Новгород. И пароходы ходили вплоть до Москвы. Видимо, вид был такой живописный. Смотришь, огромное количество пароходов. Вид очень живописный. Ну, вот, о количестве пароходов вы сейчас говорили. Ну, вот, на момент образования пароходной монополии, вот, на набережной могли стоять сразу 38 пароходов. 38 пароходов. И, знаете, там были очень интересные еще... А фотографии сохранились? Сохранились, да. Интересное название пароходов. Ну, например, вот, Тихон Филиппович Булычев был потомственным почетным гражданином. И, соответственно, были пароходы потомственные, один пароход, второй почетный, там, третий гражданин, ну, и Тихон Булычев, да. Вот, и такие названия, они очень были, очень были оригинальные. А, кстати, хочу вот еще спросить, сохранилось ведь упоминание о пароходе, когда жители Вятки собрались как раз-таки на набережной, и этот пароход был украшен электрическими лампочками. Это что был за пароход? Вам известно? Да, мне этот факт известен, но вот по названию надо уточнить, потому что... Ну, это не наш, по-моему, не местный был пароход, он просто следовал, там, из пункта в пункт Б и проплывал в нашу городу, удивился. Ну, в любом случае, вот, одним из самых любимых развлечений вятских жителей в начале 20-го века, это было выйти на набережную, на набережную, вот, в районе Александровского сада, там, у Пятницкой церкви была Пятницкая церковь, рядом с Превраженским женским монастырем стоял летний клуб. И около летнего клуба стояли скамеечки, ну, собственно говоря, сейчас вот, ну, тоже вот эти скамеечки воссоздаются, и вот там местная публика любила сидеть, смотреть на реку Вятку и любоваться пароходами, которые постоянно курсировали вот по нашей Вятке. Да, если говорить о других уже сферах деятельности, вятских предпринимательных, хорошо извините, подоравливаем. Еще, да, расскажу о пароходе, потому что, ну, вот, как ни странно, строительство и железной дороги тоже связано было с вятскими пароходами. Каким образом было это связано? В 90-е годы, как мы знаем, это время реформ Сергея Юрьевича Витта, да, вот, когда велось строительство железной дороги и строилась теперь Котловская железная дорога. Ну, и понятно, что железная дорога строилась вот не сразу там, от начала до конца, а строилась участками. Вот, и когда был построен вот авиатский участок, сюда нужно было привезти паровозы и вагоны. И не знали, как их доставить, доставить нужно было из Нижнего Новгорода как раз, ветки-то ведь не было. И первые вагоны и первые паровозы прибыли сюда на баржах по речному пути. То есть, пароходы сыграли очень большую роль и вот видели создание здесь железного транспорта. И как раз вот конец 19-го века отмечен еще тем, что здесь вот появляется и железная дорога. И таким образом до Котлоса, до Северной Двины, по сути дела, можно было авиатский товар везти уже и по железным дорогам. Ну, давайте напомним, это современное направление на Юрью, Мураши и так далее. Да, да, да. Это вот, ну, у нас сохранилось и старое здание вокзала, это Киров-2, Киров-Котласский, да. И вот то здание, оно как раз было построено вот в тот самый период. И железная дорога, конечно, сыграла очень большую роль в развитии предпринимательства и составила конкуренцию пароходами на поле. Но наши купцы вообще хорошо заработали на перемещении паровозов и так далее? Да, купцы-пароходчики, хорошо, хорошо. И Тихон Филиппович Плучев, таким примером его благосостояния является постройка красивейшего здания, одного из самых красивых до сих пор в нашем городе. Вот это дума дворца Тихона Филипповича Поленина 96, вот современное здание ФСБ, управление, федеральной службой безопасности, в общем-то здание. Которое он строил для своей дочери? Да, строил для своей семьи, но дочери там так и не пожилось. Дом был очень большой и как-то не привыкли авиатские купцы, очевидно, жить вот в таких вот больших домах. Ну и потом, когда началась Первая мировая война, Тихон Филиппович Плучев передал это здание, обороты, госпиталь, дом инвалидов и сирот. Этот дом был торжественно открыт 20 мая 1915 года. Мы там размещались раненые и находился приют для детей военных. Вот и интересное было заведение, такое комплексное, да, социальное учреждение. И, кстати, это учреждение состояло под покровительством Николая Второго, под личным покровительством. И Николаю Второму посылались отчеты о работе вот этого учреждения. И Николай присылал сюда телеграммы. И, очевидно, следил за тем, что происходит. Да, надо тем, что происходит и как работает данное учреждение. Ну, тут, наверное, логично дальше продолжить о судьбе Тихона Филипповича. Ну, судьба... Раз уж вы сосредоточились на нем, да. Судьба у Тихона Филипповича в советские годы была очень печальная. Вот, он влачил бедное существование. И его последние годы были связаны с тем, что он жил у бывшего своего рабочего, который его приютил и умер, Тихон Филиппович, в конце 20-х годов. В конце 20-х годов... Да вы теперь с ним пришли большевики и попросту все отняли? Да, да. Имущество было национализировано, в том числе и все дома и дачи Тихона Филипповича. Была у него еще... А сколько их было? Ну, было несколько домов, где Тихон Филиппович проживал. Ну, они все располагались в районе Казанской улицы, улицы Николаевской, это сейчас улица Ленина. Сейчас этих зданий не существует? Ну, нет, один дом существует. На Ленина, да. А другие дома надо посмотреть, просто-напросто я этим вопросом специально не занимался. Вот, но вот участь Тихона Филипповича была такая очень печальная. Он не покинул пределы Вятской губернии, как это сделали многие другие купцы. Вот, чьи следы потерялись где-то за границей. Вот, он остался в Вятке. Вот, и отношение населения к нему было очень доброе. Это тоже... А его семья? Из кого он это составлял? Ну, у него был сын, вот его, во мне неизвестно, он помогал своему отцу, как это было принято в купеческих семьях. Вот, но следы сына теряются. Так, следы дочери тоже, в общем-то, где-то теряются. Ну, в общем, знаете, вот, что касается... Возможно, они эмигрировали? Купеческих судеб... Ну, некоторые купеческие сыновья ушли в Белую армию. Это тоже известно. И вот там их... Ну, следы, следы, в общем-то, теряются. Этот вопрос не изучен. Не изучен. И я думаю, что здесь есть определенное белое пятно, да, которое нуждается в дальнейшем изучении. Мне вообще, вот, ну, интересен вот сам период переходный, да, вот, 17-е, 18-е годы, что стало с предпринимателями. Не очень давно мы выпустили книжку мемуаров Александра Александровича Прозорова. Это племянник Якова Алексеевича Прозорова. Вот, и в этой книжке он пишет о судьбах некоторых вятских купцов. И, по сути дела, вот ту информацию, которую я излагаю в рамках нашей передачи, она во многом основана именно на воспоминаниях Александра Александровича. Вот, и он пишет о том, что, ну, практически все бывшие представители, вот, элиты предпринимательской... Предприниматели предприимчивые. Вот, ну, они предприимчивые, но во время, собственно говоря, новые власти, они уже не нашли места себе, вот, и вначале, в общем-то, ну, очень-очень жалкое существование, и всегда трагично. Ну, давайте подробнее уже об этом после небольшого перерыва. Я напомню, что эта программа сделана в Вятке, и мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного кровеческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории в ИГДУ. Продолжается программа «Сделанная в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник Михаил Судовиков, директор Кировского областного кровеческого музея, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории в ИГДУ, и мы говорим о развитии вятского предпринимательства в конце 19 века и начале 20 века. И вот хотелось бы перейти к промышленности. Тут есть тоже о чем поговорить, потому что, ну, в том числе и новые виды деятельности на этом попуще тоже появились. Ну да, вот вторая половина 19 века действительно ознаменована многими новыми явлениями, и в Вятской губернии в этот период стала очень интенсивно развиваться химическая промышленность. И в частности, вот на юго-востоке Вятской губернии, в Елабужском уезде, появляются химические заводы довольно крупные. Связано это с тем, что было обнаружено сырье? Ну, это было связано с тем, что действительно были железно-оруды, которые использовались как сырье для химического производства. Ну, и связано это было, наверное, с поиском купцов каких-то новых видов деятельности, прибыльных видов, тех видов, которые были востребованы в целом общим ходом развивания. Но это уже существовало в России, да, ведь? Примеры-то уже были? Да, примеры были, а вот и небольшие химические заводы существовали в Вятке в первой половине 19-го и в середине 19-го века, но крупного производства не было. И вот крупное производство организуют вот как раз в Елабужском уезде купцы Ушковы. Пётр Капитонович Ушков, известный купец, который, ну, собственно говоря, положил начало химическому производству, в том числе и в стране, хотя оно, конечно, было, но тем не менее, вот в Вятске химические заводы, где производилась краска, где производился купорос, вот, который использовался и в промышленности, и в сельском хозяйстве, вот, и, ну, чем уж примечательно, тем, что, ну, они действительно производили высококачественную краску, вот, которая представлялась на различных выставках, причём выставках не только всероссийских, но и международных. А за рубеж наша краска шла? Вот, вот, шла, продавалась, и вот как раз по тем наградам, которые получали Ушкову, мы можем говорить о том, где эта краска могла продаваться, а Ушкова участвовали в выставке, например, в 60-е годы, 19-е века, в Вене, и получили награду от венского правительства, от австрийского правительства, да. Ну, что-нибудь в Вене-то было нашей венской краской покрашено? Ну, вопрос, да, интересный, вот, но тем не менее то, что, как образец эта краска побывала на выставке, это, ну, доподлинно, доподлинно известный фактор. Вот, потом, значит, известно, что Ушковы участвовали на выставке Филадельфии, США. Даже за океан попали. За океан, да, и тоже получили там золотую медаль, по-моему, да, вот. А где все это сейчас хранится? И эта медаль, и другие какие-то награды? Ну, это все хранится, ну, хранилось, во-первых, в семье, Ушковы, да, и, ну, очевидно, вот, надо посмотреть, быть может, в национальных музеях, там, Республики Татарстан, Гелорусский уезд отошел. То есть это все можно поискать, вот, и фонды, действительно, в музеях очень богаты. Вот, и я думаю, что какие-то следы можно обнаружить. Вот, и, ну, тоже очень интересный факт, развитием химических заводов в Хилабужском уезде, заводов Ушкова во второй половине 19 века заинтересовался Дмитрий Иванович Менделеев. И известно, что он состоял в переписке с Ушковыми, вот, встречались факты того, что Менделеев приезжал в Твятскую губернию на эти заводы. То есть какие-то, видимо, научные разработки были, да, внедрены в производство химическое? Да, научные разработки, вот, и, ну, этот факт тоже, он тоже во многом примечательный, но все это была Твятская губерния. Вот, потом, во второй половине 19 века очень активно развивалось кожевинное производство, традиционное, и стали проявляться, проявляться крупные производства, которые в дальнейшем преобразовывались в механические фабрики. И, например, в 1854 году между Вяткой и Слободским были основаны заводы крестьянами-вахрушевыми. Тимофей Вахрушев в 1854 году, вот, построил первый завод, вот, у него было несколько сыновей. И все они там трудились? Которые впоследствии стали владельцами уже своих заводов. Ну, и таким образом, на территории бывшей небольшой деревеньки Малозавалинской появился самый настоящий заводской поселок Вахрушево-Вознесенская. Вот, и Вахрушево были очень известны далеко за пределами Вятской губернии, поскольку свою продукцию они производили во многом еще и на заказ. В том числе оборонный заказ, да? Да, был такой определенный оборонный заказ. Вот, особенно в годы войн, там солдатские сапоги, всякая амуниция, она производилась в том числе и на заводах Вахрушево. Ну, и вот, когда была построена железная дорога, вот, в этом начале 20-го века, целые составы поездов прибывали сюда, на Львовскую землю, для того, чтобы загрузить здесь товар, который производился на заводах этих купцов. И это очень удачный пример торгово-предпринимательской деятельности. Вахрушево были крестьянами, позже они вошли в состав купечества 2-й гильдии, вот, и люди, которые, ну, были неравнодушны в целом и к местным нуждам. На территории заводского поселка была и изба читальня, вот, было обогадение, была построена церковь, вот, стали строиться дома. И, ну, примечательен дом, вот, самих купцов в Вахрушево, он сохранился, построенный Иваном Аполлоновичем Чарушиным, да, известным нашим архитектором. И отдаленно этот дом чем-то напоминает, и, кстати, по времени он раньше был построен, чем вот особняк Тихона Филипповича Булычева. Вот, особняк Вахрушевых он не уступал. То есть это где-то рубеж, да, вековый? Да, это, ну, это, да, это самое-самое начало, самое начало 20-го века, и этот дом до сих пор сохранился. А что сейчас там находится, музей какой-то? Ну, он принадлежит, вот, современному обувновому предприятию, там на первом этаже, по-моему, столовая располагается, ну, и какие-то, вот, заводские, да, помещения. Включен в реестр памятников, историческое значение. Да, да, да. Вот, ну, это Чарушин, вот, и дом построен в стиле неоготики, очень привлекательный, сам по себе, и очень хорошо просматривается, вот, на, когда едешь по Слободскому тракту. Вот, и в Вахрушеву внесли такую еще тему и вклад в развитие, конечно, промышленности, вот, во второй половине 19-го века, вот, и во второй половине 19-го века еще очень интенсивно стало развиваться винокурение, вот, связано это было с тем, что в 1863-м году была отменена дворянская монополия. Ну, на вот эту сферу деятельности. На эту сферу деятельности. И купцы, крестьяне, городские жители, мещане, как тогда называли, получили возможность заводить свои винокурни, да, винокурни. Что они себе представляли? Ну, они представляли из себя, на вятке часто комплекс зданий, да, вот, ну, почему у нас винокурение развивалось? Потому что, ну, сельскохозяйственными регионами. А, кстати, сам термин винокурение, он откуда произошел? Непривычный для современного слуха? Ну, да, да. Ну, этот термин, он использовался и в 19-м, и в 18-м веке. Ну, вино производить, вино курить, да. То есть, ну, производство вина – это длительный процесс, да. Вот, это не сиюминутный, и слово, ну, курение предполагает, что, ну, происходило, ну, определённые, происходили определённые процессы варки и брожения там, да. Вот, и этот термин, он был очень распространённый в 19-м веке. Винокуренный завод, ну, самый известный винокура второй половины 19-го века – это купцы Александрово, слободские купцы, вот, причём, ну, у них производство было организовано с очень большим умом, они, ну, собственно говоря, были не только производительными, но и сами организовывали, трактировали, ну, другие места для продажи своего вина. Причём, Александровых очень хорошо знали и в Казанской губернии, но и в других соседних губерниях, то есть, ну, они так развивали очень хорошо. – Наверняка и ругали таких предпринимателей. Вот, народ спаривается, производите. – Да, ну, честно говоря, вот, не встречались, не встречались какие-то вот такие слишком ругательные материалы, вот, но всё равно всё было как-то по уму. Раньше было развито очень общинное сознание, скажем, те же крестьяне в общине очень хорошо понимали, что если идёт сезон полевых работ, то… – Надо работать. – Его нужно завершить. Ну, в городах, вот, в начале XX века пьянство стало, конечно, распространяться, стали появляться общества трезвости, вот, и это уделки родов, скорее всего. В городах всё-таки проживало не очень большое количество населения, поэтому я бы не сказал, что вот до революции это явление было уже слишком сильно распространено. Ну, конечно, были отдельные случаи, но это явление не было массово. – Лучше бы в массовом порядке вятский квас потребляли. Вот хочу несколько слов в совершении нашей программы, или ничего сказать о вятском квасе, потому что партнёр программы – компания «Вятич». Компания «Вятич», между прочим, объявила конкурс на создание гимна вятскому квасу. Представляете, победитель этого конкурса получит 50 тысяч рублей. Все подробности я хочу сказать, вы можете узнать, наши слушатели на сайте компании «Вятич». Благодарю за очередной выпуск программы Михаила Судовикова, директора Кировского областного краеведческого музея, доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории ВДГУ. Следующую нашу передачу мы уже непосредственно революционным событиям посвятим, как это всё отразилось на вятских предпринимателях. Спасибо, до новых встреч, до свидания. – До свидания.